Аттестат об основном общем образовании – документ, подтверждающий окончание обучения в средней школе. Впереди выбор профессий и вуза. Для Дианы Урмантаевой, дипломанта международного онлайн-конкурса творческих работ старшеклассников «Идеи Дмитрия Сергеевича Лихачёва и современность», он уже определён. Благодаря победе в данном конкурсе Диана при поступлении в вуз Санкт-Петербурга будет иметь преимущество. Я писала сочинение на тему «Люди Флюгера», потому что считаю эту тему в данный момент, на сегодняшний день, очень актуальной. Эта победа дала мне, получается, бонусные пять баллов к моему поступлению. Я очень рада этому. Диана много лет была юнкором молодёжной студии «Компас» телерадиокомпании «Вектор». Теперь обучаться выбранной профессии она будет в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Среди губкинских выпускников в этом году 12 отличников. Им накануне в администрации города в торжественной обстановке вручили аттестаты особого образца и медали за успехи в обучении. На ассамблее успешных ребят поздравил глава города Сергей Бурдыгин. Дорогие ребята, у вас начинается новый этап жизни. Сейчас вы будете принимать в основном самостоятельные решения. Хочу, чтобы вы помнили о том, что теперь от этих решений будет зависеть не только ваше будущее, ваша судьба, но и будущее, и судьба всей страны, ваших родителей, ваших близких. Хочу пожелать, чтобы вы ставили перед собой дерзкие цели, не боялись ставить таких целей и обязательно их достигали. В этот день шести выпускникам были вручены дипломы обладателей грантов главы города в пяти номинациях. Учебно-исследовательская деятельность, художественное творчество, социально значимая деятельность и спорт. Сергей Бурдыгин поздравил ребят и поблагодарил за активную жизненную позицию. Это просто какой-то знаменательный все-таки для меня день и безумно-безумно волнительный. Семерым выпускникам были вручены благодарственные письма от депутата Государственной Думы Григория Литкова. Также напутственные слова прозвучали от представителей организации и предприятий города. Выпускников профильных классов поздравили шефы. Я уверен, что в больших городах вы не растеряете своего желания, вы не потеряетесь. У вас хватит ума, сил для того, чтобы добиться своей цели. А после этого обязательно возвращайтесь, вы не пожалеете. Ежегодно предприятие «Роснефть-Пурнефтегаз» принимает в свой большой коллектив молодых специалистов, которые получили образование по совместному образовательному проекту «Школа-Вуз-Предприятия». В этом году для первого выпуска «Газпром-класса» предприятие «Газпром-добыча-Ноябрьск» организовало 16 целевых мест для получения высшего профильного образования в российских вузах и будет ждать выпускников для прохождения практики. Елена Винтер, Алексей Магин, Денис Гимб. Новости Губкинского.